Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белошева. Разборки на редутах. Кто атаковал блокадников на Донбассе? Министерские рефлексии в Кабмине решали, что делать с голодными металлургами. К чему пришли? Синдром хронической усталости. Вместе со снегом в столице сошел не только асфальт, но и Шулявский мост. Кто ответит? Торговая блокада на Донбассе продолжается. На редутах сегодня были столкновения. О ситуации там я расскажу немного позже, а начну с последствий блокирования железнодорожного сообщения в Донецкой и Луганской областях. Их на себе ощутили в первую очередь металлургические предприятия Украины. Эту проблему сегодня обсуждали в Кабмине. Миллионные потери налогов, невыплаты зарплат и массовые сокращения работников. Что с этим делать? Интересовалась Ирина Романова. В зале заседания, где обычно собирается правительство, сегодня руководители металлургических предприятий и энергетики. Приехали в Кабмин жаловаться на последствия почти двухмесячной блокады. Предприятия закрываются, консервируются. Недополучение налогов порядка 1,6-1,7 миллиардов гривен. Это о предприятиях, которые находятся на оккупированной территории не лучше ситуации у тех, которые зависят от добываемого там угля. С 1 марта я вынужден вывезти в простой четверть своего коллектива. Не понимаю, что делают те люди, которые сейчас блокируют дороги. Мне кажется, что они льют воду на мельницу нашего северного соседа. Мы были вынуждены обратиться за помощью, в общем, к двум основным производителям. Это России и, естественно, Америки. То есть, фактически блокада спонукает купляты угля в России. Начиная с февраля месяца. Цена сырья, угля и особенно кокса, готового продукции, который мы планировали докупить в России, и поднялось за одни сутки на 37% стоимость. Цена такая, что мы его не можем купить. Те же проблемы и у энергетиков. В частности, у тех, которые перевели свои котельни в целях экономии с газа на уголь. В США, говорят, таких марок нет вообще. Из Австралии везти дорого. В ЮАР запасы уже на исходе. Поэтому не исключено, что нынешний отопительный сезон в некоторых городах закончится на месяц раньше. 15-16 числа уголь есть на Субской ТЭЦ, и там будет нормальное теплообеспечение. На Дарнице до 20-го, ну, Дарницкая ТЭЦ, 20-25, Черниговская ТЭЦ, эти же сроки, 20-25 число. Премьер призывает участников блокады посетить металлургические предприятия, пообщаться с коллективами, объяснить свои действия и предложить альтернативу, чтобы последствия блокады были менее губительны для экономики украинцев. И я маю надею на то, что каждый, кто сегодня из блокадников нас почует, мает сменить свою позицию. Но вместе с тем хочу подкреслить, что очень важно сделать громадский контроль за перемещением будь-яких товаров, чтобы ни в кого не было подозр. А уже завтра на заседании Кабмина премьер повещал принять решение о минимальном импорте товаров с оккупированной территории, без которых невозможна нормальная работа энергетической отрасли. Пока же, говорит, ответственность за такое положение дел несут не исполнители, а организаторы блокады. И за это мают нести ответственность политики. Я говорил про то, что некоторые политики самопомощи политической партии абсолютно, как по нотам, говорят то же самое, что говорят российские боевики. В такие случаи я не верю. Обращаюсь к уважаемому мэру Львова, господину Садовому, главе фракции самопомощи Березюку. Вы начали эту авантюру, в том числе, наверное, из-за того, чтобы не так внимательно смотрели на те проблемы с мусором, которые возникли во Львове. Вы будете нести за это ответственность. Либерализм нашего правительства не знает границ. Надо принимать решение. Давайте дадим те полномочия силовым органам, чтобы восстановить здесь ситуацию. И мы эти решения обеспечим. Но отмашки силовикам пока не дают. Надеются договориться. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер. Как в самопомощи реагируют на такие обвинения со стороны главы МВД? Мы попытались связаться с мэром Львова Андреем Садовым, но в прислужбе нам сообщили, что он сейчас за рубежом. В командировке и глава фракции Олег Березюк. И к телефону, к сожалению, не отвечают, но мы готовы дать возможность высказаться представителям самопомощи в нашем эфире. Так что звоните, если есть желание. Ну а пока политики играют в пинг-понг, КПП со львовским мусором продолжается. В Днепропетровской области задержали очередной блуждающий караван с отходами. Водители даже сначала изображали глухонемых. Чем все закончилось, расскажут наши корреспонденты. 11 фур, припаркованных возле АЗС, вызвали подозрения у местных жителей. Они позвонили в полицию. Правоохранители установили, машины, груженные мусором, едут из Львова. Так называемых техпаспортов на отходы, где должно быть указано, БТВ они или строительные, водители предъявить не смогли. Неизвестно также, где именно они должны были разгружаться. В личной беседе с водителями фур было установлено, что они якобы по заданию направляются на какой-то завод по переработке мусора в Днепропетровской области. Но опять же с уверенностью могу сказать, что в областном реестре объектов обращения с отходами или объектов утилизации отходов таких установок в Днепропетровской области нет. В сопровождении патрульной полиции грузовики уехали обратно во Львов, но не все. Три машины с мусором таки остались на заправке. Водители уезжать категорически отказались. Сотрудники ЭЗС говорят, из машины они практически не выходят, не захотели общаться и с нами. Лица прячутся за занавесками. Заправка, где находятся фуры, в трех километрах от села Лобойковка. Люди возмущаются. Недалеко от села у них уже есть полигон. А тут еще более ста тонн львовских отходов могли выбросить практически рядом с домами. Это не первая фура со львовским мусором, которые оказались в Днепропетровской области. Прошлым летом их появление вызвало громкий скандал. Сначала люди выходили на митинги, а в сентябре даже перекрыли Криворовскую трассу, требуя не пускать машины. Грузовики появляются в разных областях с завидным постоянством. На прошлой неделе в Запорожской области фуры сбросили почти 100 тонн отходов. Из-за отепеля и непроходной грязи его до сих пор не могут убрать. Чиновники посчитали, утилизация обойдется не меньше, чем в 30 тысяч гривен. Почти за год с момента пожара на Гребовицкой свалке на карте Украины осталось совсем немного регионов, куда еще не добрался львовский мусор. Елена Мендерек, Евгений Каденцов, подробности телеканал Интер, Днепропетровская область. И как обещала, возвращаемся к теме торговой блокады на Донбассе. На блокпостах, установленных радикалами, сегодня было жарче, а в печах, в заводах, которым нужен уголь, холоднее. Все детали этой непростой ситуации узнаем непосредственно у Олега Решетника. Он находится сейчас на Востоке, с нами на связи. Олег, здравствуй. Как прошел этот день на блокпостах? Да, добрый вечер, Наталья. На редутах утра началось с громких новостей. Радикалы, блокирующие поставки угля с оккупированных территорий, заявили, что выходят из переговорного процесса с премьером Владимиром Гройсманом. А это значит, блокада будет не только продолжаться, но и расширяться. Так говорят блокадники. У наших властемухщих рыльцев пуску. Они договориться как хотят. То есть мы с вами там частью поделимся и вы разойдетесь. Мы не те люди. Мы сюда не за деньги пришли. Мы пришли, чтобы наши пацаны... А вот ихнему мозгу просто непонятно, как люди могут добиваться целей, которые некорыстные. Вот где-то около 12 дня на так называемый редут Запорожья пришли противники блокады. Местные жители Бахмута, во всяком случае, так себя не называли. Завязались перепалки и споры между сторонами. В частности, о том, кто кому заплатил. Вы власть! Что вы в ней на властье делали? Ничего! Блокада – это ноль. Это нельзя делать. Это помощь России. Было, еле-еле дышало. А с этой сейчас вообще стало. Артемовск еще, может, месяц потерпит. А другие предприятия крупные будут закрываться. Это же элементарно. И мы тут за правдой. И будем стоять. Будем не пропускать. Ну, какая правда тут? Ни какого угля, ни какого железа. Чтобы бизнеса не было с оккупованным территориями. Мы с бабушками не боремся. Пока вот мы с ними разговариваем. А вот молодые люди, которые стоят сзади, ну, может быть, мы отдельно с ними поговорим. Более так плотно, конкретно, чтобы дошло. А вот на редуте так называемого 16-го добровольческого батальона в Кривом Торце было жарче. Предупредительные выстрелы в воздух, трое госпитализированных и 37 задержанных полицией. По словам блокадников, это была провокация. Нападали на них так называемые тетушки. А вот по мнению оппозиционеров, происходящие на железнодорожных путях ставят под удар весь минский процесс. Им нужно сделать все, чтобы возобновить переговоры. Я уже не говорю про экономические втраты, которые несет этот регион, потому что много предпринимателей потерпают от этой блокады. Сегодняшняя влада в наследах своей слабкости не может спорить с этой ситуацией. Поэтому позиция нашей фракции была с самого начала однозначно. Мы считаем, что единственный выход – это проведение, принятие политических решений по минским инициативам, параллельно с безопасными вопросами, создание условий для работы в нормальском формате руководителей государства и поступово, кром за кромом, восстановление мирных переговоров и мирных стран. Мы считаем, что с самого начала позиция нашей фракции была только такая. Сегодняшняя влада еще нужно прислушаться к тому, что говорит международная спорта, что говорят святые лидеры о подобном роде блокад, что никакая блокада не повернула территорию людей в Украине. А восстановление территориальной целостности нашей страны – это должно быть сегодня главным задачем влады. И мы считаем, что с этим задачем сегодняшняя влада не впорвалась. Наташа, пока это все новости средутов. Мы с нашей съемочной группой продолжаем следить за происходящим. Студия. Спасибо, Олег. Олег Решетняк с подробностями торговой блокады на Донбассе. Тему блокады не обошли стороной сегодня в рамках восьмого энергетического формула в Киеве. Представители Кабмина заверили, что использование антрацита сейчас минимизировано. Энергетическая система страны работает стабильно, но хватит этого угля всего лишь на несколько недель. Блокада наносит огромный ущерб экономике Украины. Огромный удар по инвестиционному климату и последствия блокады, негативные последствия блокады почувствует каждый украинец. Если говорить о цифрах, то потеря 2 миллиардов долларов экспортной выручки, что имеет прямой эффект на торговый баланс. 2 миллиарда в год. Это более 30 миллиардов гривен налогов в год. Миллиардный транш, который Украина так ждет от МВФ, возможно, уже не за горами. В фонде заверили, что откладывать рассмотрение этого вопроса не будут. Кроме этого, в МВФ заверяют, что в переговорном процессе достигли прогресса, а все болевые точки будут пройдены в ближайшее время. Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что фонд якобы откладывает переговоры с Украиной о предоставлении третьего транша из-за слухов о возможной отставке главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. В надежде получить новые кредиты от МВФ и наладить отношения с администрацией американского президента, украинская власть пытается реанимировать парламентскую коалицию, поэтому ведутся переговоры о возвращении в большинство радикальной партии. Об этом заявляют политологи. Еще одна причина – это боязнь перевыборов, ведь по сути сейчас коалиции не существует ни де-факто, ни де-юре, уверяют эксперты. Это проверили и журналисты издания «Страна Юэй». Они разослали всем нардепам запросы, являются ли они членами коалиции. Почти все ответили. Получилось, что даже с учетом вне фракционных депутатов, а таких оказалось шестеро, в коалиции всего лишь 224 парламентария, что на два меньше, чем требует Конституция. Если это задача поставить не народным депутатам, а, например, другокласснику, или пятокласснику, то он добавит 140 и 81 и получит 221, а не 226 необходимых для коалиции. Статтей 83 Конституции установлено, что коалиция в Верховной Раде створится только депутатскими фракциями. Поэтому сегодня мы можем констатовать, что до юри в Украине коалиции нет. Если не удастся доказать захидных партнеров, что коалиция существует, то захидные партнеры не полагатимут на достроковых парламентских выборах. Любые выборы будут значить совсем другой состав коалиции, в котором абсолютно народного фронта не будет ни в парламенте, ни в коалиции, а блок Петра Порошенко швидше за все в лучшем разе виявится в роли молодшего партнера в этой коалиции, а никак не центром, не ядром, не ключовою силою. В 2010 году, когда Янукович выиграл выборы, он для того, чтобы создать коалицию, которая была бы за него, они туда внесли изменения к регламенту, что дало возможность, как бы, вступать в коалицию индивидуально, а не фракциями. Потом, с этого привода, было специальное решение, которое, как бы, это освятил. И вот, на самом деле, началась эта азрупация влады, про которую потом все говорили. Поэтому достаточно дивно выглядит, когда сегодняшние керманицы и Верховные Рады почему-то спираются именно на те решения, которые были приняты за так называемый злочинный режим, против которого они все боролись. Это достаточно дивно выглядит. Почти полгода прошло после поджога редакции подробностей, но до сих пор никто не наказан. Более того, правоохранители не установили ни заказчиков, ни исполнителей этого нападения. Напомню, 4 сентября минувшего года неизвестные в масках ворвались в наше здание. Сначала они нейтрализовали охрану, затем подожгли офис изнутри, при этом заблокировав выход. Сотрудникам, которых на тот момент на канале было около 50 человек, пришлось выйти на крышу, откуда людей снимали пожарные. Журналист подробностей Елена Зорина в результате этих действий получила серьезную травму позвоночника и была госпитализирована. Полицейские задержали на месте преступления нескольких нападавших, однако вскоре их отпустили. Подробностям удалось самостоятельно, по записям с видеокамер, идентифицировать нескольких нападавших, а также их руководителей. Эти данные и видео мы передали в МВД, но никакой реакции. Напомню, что поджог осудили и в ОБСЕ, и в ЕС, назвав атаки на журналистов неприемлемыми. А в СБУ нападение квалифицировали как теракт. И вот сегодня в Совете Европы заявили о том, что поджог студии подробностей это серьезная угроза для СМИ и свободы слова в Украине. Об этом говорится в заявлении платформы по защите и содействию безопасности журналистов при Совете Европы, где открыли дело в связи с нападением на нашу редакцию. Атаки на подробности там присвоили наивысший, первый уровень угрозы. Тем не менее, до сих пор украинские власти лишь заявляют о том, что расследование продолжается, говорится в заявлении Совета Европы. Нападение на редакцию подробностей это теракт, а не хулиганство. В этом убежден народный депутат Сергей Каплин. Он просит международное сообщество немедленно вмешаться в расследование и привлечь к ответственности виновных, какие бы высокие посты они не занимали. Никакого хулиганства под стенами телеканалу «Интер» не было. Это был террористический акт, организованный министром внутренних справ Аваковым, Яценюком, Пашинским. Эта шайка сграя, организованное злочинное группирование под названием «Народный фронт», хотела спалито заживо людей и спалити телеканал, припинити опозиционное мовление. Подтверждением цьому есть позиция Ради Европы, где начали собственные расследования и завели отдельный кейс, отдельную справу и трактуют те действия, как действия, которые загрожают украинской государственности, безопасности Европы, загрожают уничтожению свободы слова. Я обратился к Генеральному прокурору Украины, руководству службы безопасности и послев ключевых европейских стран, а также к послению Соединенных Штатов Америки, чтобы международная спільнота взяла под особенный, самостоятельный контроль справа расследования и долучилась к этому расследованию. Власти Украины скрывают от Совета Европы информацию о теракте против подробностей. Об этом говорится в заявлении оппозиционного блока. По словам народного депутата Юрия Павленко, в ответах на многочисленные запросы из ЕС украинские правоохранители сообщают лишь о ходе расследования хулиганских действий. Хотя, еще раз напомню, СБУ квалифицировало это нападение как теракт. Я напомню также, что ранее в оппоблоке опубликовали результаты собственного расследования, заявив, что за организацией этого всего стоит лично министр внутренних дел Арсен Аваков и руководства партии «Народный фронт». По мнению Павленко, теперь депутаты из «Народного фронта» всячески пытаются скрыть от Европы тот факт, что их партия занимается финансированием терроризма, направленного против свободы слова в Украине, заявил народный депутат. Обвалился-то вовсе не мост, а консоль тротуарной части. По данным экспертизы, причиной аварии на Шулявском путепроводе в Киеве стал бетон, не выдержал нагрузки. Как прошел этот день на и под Шулявским мостом, узнаем от Ирины Баглай. Консоль разобрали, провели сварочные работы, сам мост сузили на полтора метра и перекрыли тротуары. Всю ночь на месте обвала работали эксперты. Вывод – мост неаварийный. За контрольным тестированием пристально наблюдал мэр столицы. По мосту прогнали два груженных самосвала общим весом 66 тонн. Замерили колебания. Отклонений не зафиксировали и уже в обед разблокировали движение. Но не для всех. Грузовикам и фурам проезд до сих пор запрещен. Из-за обвала Киев-Автодору поставили задачу проверить уровень аварийности еще 170 путепроводов. Пока же дорожники отчитались о результатах визуального осмотра. Шулявский мост планируют укрепить опорами без ограничения движения. А вот о капитальном ремонте говорят уже не один год. Традиционно после очередного ЧП. Под ним не раз возникали пожары. Огонь, по мнению экспертов, и привел к разрушениям. В городе Киеве, что установлены под мостами, под объектами транспортной инфраструктуры, в подземных переходах, мают быть демонтованы. Они несут потенциальную загрозу не только инфраструктуре и транспорту, а также и житию Киев. Поэтому мафы в районе мостов и в подземных переходах снесут. Такое решение после ЧП приняла столичная власть. Теперь местная власть имеет моральное право посунуть всех этих мафиозников. Тем более, что даже в земельном кодексе есть статья про выкуп, вылечивание с мотивами общественной необходимости. За обвал на Шулявском мосту своими должностями поплатились двое чиновников. Кличко уволил своего зама по вопросам транспортной инфраструктуры и обратился к президенту с просьбой отправить в отставку главу Соломинской райадминистрации. А вот глобальные планы масштабной реконструкции обещают воплотить в жизнь до конца 2019 года. Точную сумму расходов пока не называют. По словам Кличко, нужно не менее миллиарда гривен. Ирина Баглая, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер. 80 мостов планируют отремонтировать в Украине в этом году. Хотя в прошлом умудрились привести в порядок лишь 1% автомобильных дорог. Когда же в Украине вместе со снегом перестанет сходить асфальт? В 2017-м закатать в него собираются 35 миллиардов гривен. Но на сколько их хватит? Наша съемочная группа проехалась по автобанам Харьковской области. Посмотрите. Трасса Дергачи, Казачья Лопань. Легковые автомобили на ней плывут словно пароходы. Под водой глубокие ямы. Ванны купальные. Знаете, ванна посреди дороги и попробуй не объехать. Водители сетуют, не успевают ремонтировать машины. То подвеска, то балка. Каждый месяц. Причем ремонты такие, знаете, не 100-200 гривен, а 1000, 1100, полторы тысячи. В прошлом году жители поселка Слатино, через который проходит эта дорога, решили не ждать помощи автодора. Скинулись, закупили асфальт и сами засыпали ямы. Но и их покрытие долго не продержалось. Если бы мы сделали по технологии, обрубали бы, залили смолы, как положено. Может быть, оно хотя бы и два года подержалось. Качество асфальта жило бы лучше. Подобная картина по всей области. Вот это любительское видео 140 километров экстрима до Лозовой. И даже в Харькове инкассаторская машина недавно ушла под землю. А вот такой ремонт активисты засняли в Мерефе. Рабочие высыпают асфальт прямо в воду. Она, она заставили. Дорожники в таком состоянии покрытия винят снежную зиму. Дескать, на дороге высыпали вдвое больше соли. Она и повредила асфальт. Денег на ремонты, как всегда, нет. Но есть надежда на новые сборы. За счет таможенных сборов, то, что вы знаете, принято на Верховной Раде, что таможенные сборы, перевыполнение 50% всех таможенных сборов, будут направлены на дороги. Ну а на сегодняшний день, пока, утвержденное финансирование от потребности составляет от 20 до 25%. Поэтому водителей просят потерпеть. Асфальтобетон мы не можем бросать в воду. Всякими подручными средствами спасаем дорогу, но массово я вижу выход на ликвидацию ямочности где-то после 12-15 марта. Капитальный ремонт дорог в области пока даже не планируют. Обойдутся текущими и ямочными ремонтами. Но спасут ли ладки разбитые трассы? Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Вокзальный рэкет в погонах. Что ждет правоохранителей, подрабатывающих на путешественников? Встретились как-то Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС. В Брюсселе стартовал визовый триалог по Украине. В ожидании Трампа Конгресс США готовится к первому выступлению нового президента. Чего ждут от этой речи? Прокуратура Закарпатской области обнародовала сегодня видео, на котором зам мэра Ожгорода и предприниматель обсуждают размер взятки. Напомню, Иштвана ЦАПа обвиняют в получении 45 тысяч гривен. Взятки за эти деньги он обещал бизнесмену помочь в приватизации земельного участка. Посредник, это сотрудник коммунального предприятия, должен был передать деньги заместителю мэра и главе земельной комиссии Горсовета. Всех троих задержали в конце января и синхронно отпустили под залог. ЦАП заплатил 240 тысяч гривен. Он, кстати, уверял, что ни в чем не виновен, и деньги он ни у кого не требовал. С метою прихования своих злочинных намерей в схему вводится посредник, который и проводит подальше спілкувание с предпринимателем. Посудовые особи при этом тримаются как бы острым. Питание не вырешивается доти, допоки посредник наперед не отримает обумовленную сумму неправомирной винограды. А во Львове суд сегодня избирал меру пресечения полицейским взяточникам, которые кошмарили путешественников на городском вокзале. Будут ли они ждать приговора за решеткой или суд в очередной раз проявил гуманность, узнаем от Галины Якушко. Это видео ночного задержания преступной группы полицейских на главном железнодорожном вокзале Львова. Трех правоохранителей рисовали прямо на рабочем месте во время дежурства. По версии прокуратуры, они систематически применяли силу к задержанным на вокзале и вымогали взятки. Взяли полицейских на горячем во время получения 8 тысяч гривен. Было установлено майже два десятки таких эпизодов, до которых были причетны 15 сотрудников этого отдела, с числа сотрудников черговой частины и патрульно-постовой службы. Только за один день было задокументовано побитие человека, который был на вокзале на подпитку. Сегодня в Галининском районе Львова полицейскими избирают меры пресечения. Олега Гука, Марьяна Кокоця и Святослава Гнатика подозревают в получении взятки. Первым в зал суда доставили Олега Гука, заместителя командира взвода. С журналистами общаться отказывается. Его мать в виновность своего сына не верит. У следователей прокуратуры иное мнение считают, полицейского нельзя оставлять на свободе, он может скрываться от следствия. Судья учитывает мнение прокуратуры и решает, следующие два месяца замкомандира взвода ГУ проведет в СИЗО без права внесения залога. Аналогичное решение суд принимает и в отношении коллег Олега Гука, Марьяна Кокоця и Святослава Гнатика. Полицейским грозит до 10 лет тюрьмы. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности телеканал Интерльвов. И еще одного горя правоохранителя задержали в Харькове. Там патрульный попался на получение взятки у виновника аварии. Как сообщили в областной прокуратуре, полицейский оформлял ДТП, в котором были виновны оба водителя. Одному из них за 5000 гривен он предложил невиновность. Тот согласился, принес нужную сумму, и майора задержали в рабочем кабинете. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией. В Кропивницком суд в эти минуты избирает меру пресечения задержанным членом движения «Белые львы». Напомню, вчера СБУ и прокуратура заявили о разоблачении преступной группировки. Под таким названием всего задержали 9 человек, среди них сотрудник следственного изолятора и четверо несовершеннолетних. Участники этой группы охотились в соцсетях за предполагаемыми педофилами. Они провоцировали их на встречу, а затем избивали и вымогали деньги. Суд по избранию меры пресечения начался буквально час назад. Прокуратура требует, чтобы процесс был закрытым, а вот адвокаты напротив хотят огласки. Голосеевский райсуд столицы отказал защите Александра Клименко в ходатайстве против отвода судей. В эти минуты продолжается заседание по заочному следствию в деле экс-министра доходов и сборов времен Виктора Януковича. Обвиняют его в участии в преступной группе, а также в незаконном завладении госсредствами в размере более 3 миллиардов гривен. Представляют интересы Клименко три адвоката. Самого подозреваемого в зале суда нет. С 2014 года он объявлен в розыск. Ходатайство защиты об отводе судьи было рассмотрено в экстренном порядке, после чего заседание продолжилось. Сотрудники госконцерна о телевидении и радиовещании, уволенные в 2014 году, на тот момент директором Александром Пивняком, до сих пор защищают свои права в судах. Сегодня их дело слушали в апелляционном суде Киева. Бывшие работники концерна утверждают, что уволили их незаконно, за то, что они отстаивали свою гражданскую позицию. Напомню, Пивнюк, назначенный по квоте Народного фронта, сделал все для того, чтобы заблокировать трансляцию украинских каналов в зоне АТО. Впоследствии его от должности отстранили, но протестовавших против его деятельности сотрудников так и не восстановили. Сегодня рассмотрение дела перенесли еще на две недели. Нардеп Надежда Савченко заявила, что поездку на неподконтрольные украинские территории она согласовала во время своего визита в Минск. Именно там в начале декабря она встречалась с главарями террористических организаций Захарченко и Плотницким. А 24 февраля Савченко побывала на оккупированном Донбассе. Нардеп уверяет, что такие визиты нужны для того, чтобы убедиться, сколько конкретно пленных находятся в колониях на Донбассе. Тем временем в администрации президента поездку Савченко к боевикам рассматривают как попытку легитимизации прямых переговоров с главарями террористических организаций. При моей встрече в Минске в трехстороннем формате мы обговорили возможность отвезти колонии и увидеть, в которых у нас пребывают наши военно-полоненные. Есть визначенные минские списки, подтверждено 41 особи. Когда я зашла в колонию, я нашла только в одной колонии, на шесть людей больше. На шесть. Это те хлопцы, которых мы похоронили. Надо проехать в все колонии на оккупированной территории, найти наших людей, тех, которых они приховывают. Мне очень много, кто это организовал. Конечно, на это давал дозволь Москва. Конечно, охорону там и конвоювание меня организовало на местном уровне ДЛНР. Но мне абсолютно больно, как это происходит, если мы делаем то, что нужно. Нужно обеспечить право неограниченного постоянного доступа представителям международных организаций, включая ООН, Совет Европы и Организацию Исламского Сотрудничества на территорию полуострова и заставить оккупационные власти соблюдать свои обязательства по международному праву. Безнаказанность терпеть нельзя. Мы обеспокоены последними попытками некоторых государств выйти из состава международного уголовного суда. Безвиз для Украины обсуждают сегодня в Брюсселе. Вечером началась встреча представителей трех институций, Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС. Как все будет и когда все же Европа откроет свои двери для украинцев, узнаем от Елены Зориной. Она в Брюсселе. Визовый триалог. Именно так в Брюсселе называют встречу, которая по сути положит начало процессу имплементации безвизового режима с Украиной. Этот вопрос представители трех важнейших европейских институций обсуждают в Европарламенте, но за закрытыми дверями. Встречу особо не афишируют и не анонсируют, но по сути это формальность утверждения графика, когда же начинать саму процедуру подписания. Но для украинцев, конечно же, важна каждая деталь. Если все пойдет по плану, за долгожданный безвиз для Украины в Европарламенте могут проголосовать уже в начале апреля. В мае документ подпишут, а уже к середине июня шенген украинцам для поездок в Европу будет не нужен. В Еврокомиссии согласились, что Украина выполнила все технические обязательства по безопасности. Но также существует расписание, которое крайне важно здесь, в ЕС. В следующие несколько месяцев в Нидерландах и во Франции пройдут важные выборы, на которых популистические и националистические кандидаты набирают обороты. Так что здесь существует небольшая политическая предосторожность. Украине нужно немного терпения. Жарких дискуссий во время визового треолога эксперты не ожидают. Это только консультации. Впрочем, споры возможны. Но очевидно, что ссоры из избы никто выносить не будет. Если же разговор пройдет гладко, уже в этот четверг послы в Совете Европы могут сказать Украине «да». Согласие должно прозвучать дважды. Такова процедура вторая, скорее всего, будет в середине мая, уже после выборов во Франции и Нидерландах. А также голосование в Европарламенте. Я же напомню, что ранее Совет ЕС поддержал механизм приостановки безвизового режима с третьими странами. Для Украины это настоящая финишная прямая на пути к безвизу. Ну а завтра Европа узаконит свои отношения с Грузией. Состоится церемония подписания безвиза с Тбилиси. Из Брюсселя Елена Зорина, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Елена Зорина прямо сейчас с нами на прямой связи. Здравствуй, Лена. Расскажи, пожалуйста, закончилась ли эта встреча. Если да, то чем? Да, Наташ, добрый вечер. Ну вот буквально только что визовый треолог в Европарламенте завершился. И по инсайдерской информации завершился он успешно для Украины. Так что уже 2 марта Киеву стоит ожидать утверждения безвиза послами ЕС. А уже в середине мая они второй раз скажут да. Ну хочу сказать, что оптимистично касательно вот этой встречи и касательно безвиза для Украины были настроены сегодня и политики, и эксперты, с которыми мы пообщались в кулуарах Европарламента. Они говорили, что, мол, по идее помешать ничего не должно. В Европе решение принято и отступать от него никто не намерен. И по сути, вот утверждение механизма приостановки безвизового режима для третьих стран. И вот сегодняшний треолог это начало процедуры. Вот такие новости, Наташ. Спасибо, Лена. Елена Зорина была с нами на связи из Брюсселя. Дональд Трамп обвинил своего предшественника, Барака Обаму, в утечке информации из Белого дома. Об этом действующий президент США заявил в интервью телеканалу Fox News. Трамп убежден, что за сливом данных стоят люди Обамы. Правда, кто конкретно, он не уточняет. Ранее в американские СМИ неоднократно просачивалась информация о телефонных переговорах Дональда Трампа с лидерами других стран. Скандал набрал такие обороты, что официальный представитель Белого дома, Шон Спайсер, даже начал проверку сотовых телефонов сотрудников администрации, чтобы выяснить, не общался ли кто-либо из них с журналистами. Шон Спайсер прекрасный человек. Возможно, я бы сделал это по-другому. Поговорил с каждым с глазу на глаз. Но поскольку у нас очень большая утечка информации в правительстве, Шон справился с ней именно таким образом. И я это одобряю. Что скажет Трамп? Новый президент США сегодня впервые выступит в Конгрессе с программной речью. И это станет основным политическим событием для страны. Чего ждать? И как реагируют его противники? Дмитрий Анопченко расскажет подробнее. В Капитолии и возле него сейчас масштабные приготовления. Силовики еще с ночи проверяют здание и окрестную территорию. Вид события предстоит грандиозное. По сути, выступления такого уровня у Трампа не было с момента инаугурации. Слушать его будут члены обеих палат Конгресса, в зале и вся страна по телевидению. State of the Union. Доклад о положении страны. Американские президенты читают в Конгрессе со времен Джорджа Вашингтона. Обязаны по Конституции. Обычно это программная речь, в которой глава государства разъясняет внутреннюю и внешнюю политику. Что намерен сделать и что изменить. А поскольку именно таких пояснений все и ждут от Трампа, интерес к этому выступлению огромный. Ведь выступление с трибуны это не телеинтервью, где в общем-то наговорить можно все что угодно, а официальное обещание стране. И о нем президенту обязательно напомнят. Что же скажет Дональд Трамп? Версии разные, хоть ставки делай. Сами конгрессмены ожидают, что президент очень четко объяснит, когда в стране проведут обещанную им налоговую реформу. И когда отменят Обама Кэр, реформу здравоохранения. Политологи рассчитывают, что глава государства внесет ясность в вопросы отношений с Россией, с санкцией и внешней политики в целом. Противники ждут, чтобы Трамп подставился, дал новый повод для критики. Демократы даже обсуждали возможность демонстративно выйти из зала, организовать демарш. И что же он скажет, как это сформулирует, будет конструктивным или жестким? Попытается достучаться до конгрессменов или будет обращаться напрямую к американцам? Благо прямой эфир на всех каналах. Все это знает только Дональд Трамп и никто кроме него. И все это станет известно лишь сегодня, ровно в 9 вечера. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Евреям в США угрожают терактами. Только с начала года зафиксировано более 70 подобных случаев. На минувшей неделе пришлось эвакуировать сотрудников и учащихся 15 учебных заведений после сообщения о заложенных взрывных устройствах. А два дня назад неизвестные осквернили сотни надгробий на еврейском кладбище Филадельфии. В Министерстве иностранных дел Израиля назвали действия вандалов шокирующими. В Белом доме также осудили эти акты антисемитизма. Масштабная антитеррористическая операция в Германии. Обыски и запрет деятельности мусульманской организации «Фусилец-33». Что стало поводом для облавы и как она связана с терактом на рождественском рынке в Берлине, узнаем от Татьяны Лагуновой. В Германии снова антитеррористические рейды. В этот раз облава прошла в столице страны Берлине. Сегодня утром полицейские обыскали частные квартиры, офисы и тюремные камеры в разных районах города. Почти полтысячи вооруженных до зубов полицейских и криминалисты в масках. Это был, пожалуй, один из самых масштабных рейдов в Берлине за последнее время. Цель операции – проверка всех объектов, которые принадлежат мусульманскому союзу «Фусилец-33». Рейд стартовал в 6 утра. Обыски провели на более чем 20 объектах. Поводом стало решение Министерства внутренних дел проверить деятельность этой организации. Немцы подозревают, запрещенный союз был связан с террористической организацией «Исламское государство», а принадлежащую ему мечеть использовали для встреч радикально настроенных исламистов. Там часто бывал и тунисец Анис Амри, организатор теракта на рождественском рынке Берлина, в результате которого погибли 12 человек, в том числе семейная пара из Украины. Предполагаемых функционеров этого союза подозревают в поддержке иностранных террористических организаций и подготовке нападений, что угрожает национальной безопасности. В результате рейдов никто не арестован. Впрочем, полиция не исключает. Задержания возможны после того, как изучат все изъятые материалы. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Кто виноват в путанице, которая возникла во время церемонии «Оскар», где одновременно пошинились полторы тысячи пар и когда туристов впервые отправят на Луну? Об этом и не только в нашем обзоре. Нашли виновного. Конфуз с «Оскарами» возник из-за сотрудника аудиторской компании «Прайсфотерхаус Куперс» Брайана Кулинана. Именно он перед оглашением номинации «Лучший фильм» подал ведущему не тот конверт. Поэтому победителям ошибочно признали мюзикл «Ла-ла-ленд», а не фильм «Лунный свет», который на самом деле получил главную статуэтку. Брайан Кулинан – один из двух человек, которые знали результат наперед. Его и коллегу Марту Руис обвинили в недостаточно быстром устранении проблемы. В Нигерии одновременно поженились 1520 пар. В городе Кана провели массовую свадьбу в надежде, что количество разводов сократится. На улицах устроили празднование, позвали музыкантов. Такую церемонию планируют проводить каждый год. Впервые подобные свадебные торжества прошли в Нигерии пять лет назад. Туристический полет на Луну станет реальностью уже через год. В 2018-м американская космическая компания SpaceX планирует организовать полет на спутник. Впервые на орбиту отправят не специально подготовленных астронавтов, а обычных людей. Правда, возьмут только двоих. Их даже уже выбрали. Но имена не называют, говорят эти счастливчики из Голливуда. В Венесуэле карнавал. В ярких костюмах и перьях артисты и танцоры шествуют по шахтерскому городу Эль-Кальяо. Посмотреть на красочное празднество съезжаются сотни тысяч людей. Как бразильцы со всех уголков страны, так и иностранные туристы. Впервые карнавал провели здесь в 1914-м, как символ смешения разных культур. В декабре прошлого года карнавал Эль-Кальяо вошел в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Во Флориде наглый енот напал на туристическую сумку с едой. Зверек не смог устоять перед запахом пищи. Ему не помешала даже вода. Енот подобрался к туристке в плавь, когда девушка сплавлялась по реке. Сначала она испугалась животного, но потом смело обороняла свою сумку. Енот дал слабину и ретировался. Друзья американки успели заснять это на видео. На Сицилии извергается этно. Вулкан проснулся вчера. Сегодня же из-за столбов пепла в небе Национальный институт геофизики и вулканологии объявил оранжевое предупреждение для самолетов. Извержение этно сопровождается взрывами, которые видны из соседних городов Катания и Таурмина. Этно самый высокий и самый активный вулкан Европы. Американская инженерная компания Boston Dynamics представила нового многофункционального двухметрового робота. Он умеет подпрыгивать на высоту метр двадцать, передвигаться со скоростью почти 15 километров в час и поднимать грузы весом до 45 килограммов. После полной зарядки робот на колесах, оснащенный электрическими и гидравлическими приводами, может проехать до 24 километров. На сегодня это вся информация, но она постоянно обновляется на нашем сайте. Подробности Юэй. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю побольше хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин